Всем привет! Решил в очередной раз показать, как можно украсить арену для муравьев. Видимо, новые подписчики не всегда просматривают предыдущие ролики и поэтому порой задают много вопросов о процессе получения таких арен, как практически у всех моих колоний. Я на всякий случай в описании закинул все ролики, где так или иначе украшаю арены этим способом. Чем же он так удобен? Практически все наши питомцы любят копать. Поэтому рано или поздно муравьи будут это делать и с большой вероятностью докопаются до дна арены. Это смотрится не очень и постоянно приходится разравнивать грунт. Когда же мы оформляем арены с использованием затирочной смеси, копать ее дело непростое. Тут даже соленопсис гимината особых успехов не имели. Плюс затирочная смесь является отличным материалом, в который вы можете воткнуть искусственные растения, камни и коряги. После застывания достать их становится нереально и все надежно держится. Покажу, как я декорировал арену у формикария каблук для одного из подписчиков. Итак, для оформления таких арен, вам потребуется затирочная смесь для плит на основе цемента. На моей практике проверено, никакого отрицательного воздействия на муравьев она не оказывает. Расцветок у таких смесей навалом. Можете подобрать цвет под тот грунт, который вы планируете использовать. Я использую песочек, поэтому смесь у меня песочного цвета. Замешиваем смесь с водой до среднежидкого состояния. Потом выкладываем ее на арену и формируем необходимый рельеф. Далее устанавливаем камни, коряги и то, что мы планируем использовать в качестве нашего декора. Эти камни я приобрел в аквариумном магазине, как и пластиковые растения. А так можно вообще использовать камни хоть с улицы. Все зависит от ваших предпочтений, чего вы хотите добиться на этой арене. После установки камней втыкаем растения. В этом случае я еще установил немного сухого мха. Затем сверху я насыпаю песок крупной фракции, чтобы поверхность смотрелась более фактурно. Насыпаю его не везде, а выбираю какие-то отдельные части. После все засыпаю мелким песком. Часть этих грунтов поглощается затирочной смесью и намертво прилипает к ней. Все, что нам остается делать, это подождать пару дней, пока окончательно все не засохнет. После этого убираем все, что не прилипло или пылесосом, или просто переворачиваем арену и аккуратно все оттуда вытряхиваем. Вот и вся наука, ребята. Получается, декор для ленивых. Весь уход за такой ареной сводится к уборке мусора. А смотрятся они замечательно. Это пока все, что я вам хотел рассказать. Пойду дальше заниматься переселением в филах. Прошло три дня после открытия гнезда и матка уже находится там. Появляются первые солдаты. Все подробности в следующем видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока. Увидимся в новых выпусках.